здравствуйте в эфире передача новости недвижимости декабрьский выпуск и начнем с главного события банк канады заявил что не теряют деньги и как долго не будет терять никто не знает но как минимум сказали до 24 года вряд ли будут прибыли в банке канады нашем главном институте который определяет политику экономики страны но самое интересное не то не самое интересное то что они сказали что они теряют деньги они начали учить нас что их не надо особо тратить то есть они начали учить на что такое инфляция посмотрите то что пишут в твиттере то есть почему инфляция почему становится тяжелее купить товары когда они сами же создали эту ситуацию то есть начали опустив очень сильный интерес и сказали давайте берите деньги взаймы потому что она двигать экономику а потом нам же и говорят почему столько набрали при этом еще напечатали кучу денег и они принципе обвинили в нас в том что мы создали эту ситуацию хотя эту ситуацию принципе создали они то есть если мы посмотрим банк канады установил цель 2 процента инфляции он не справился с этой целью и обвинил в этом народ просто парадоксально то что я все время говорю не надо надеяться на какие-то институты вы думать должны прежде всего сами и не надеяться на кого-то то есть если мы говорю ваша жизнь она ваших руках и только это может как-то способствовать тому что вы как-то можете построить свое будущее а не надеяться на какие-то пенсии и экономику деньги у вас это может в любой момент просто исчезнуть мы видим эту политику сегодня когда прошел коронавирус и когда было напечатано огромное количество денег спущен интерес а теперь его резко подняли вверх в итоге пострадали опять же мы и перейдем к новой новости федеральное правительство установила новую планку для иммиграции 2025 году 500 тысяч человек то есть вы видите что у нас нехватка жилья нехватка всего и тем не менее иммиграция увеличивается то есть правительство привозит все больше и новых иммигрантов при этом больше жилья не строится инфраструктура не вкладывается медсестер не хватает учителей не хватает сегодня хватает такое ощущение что муниципалитет провинциальное правительство и федеральное правительство работают независимо друг от друга автономно и никаких связей между ними нету и если мы посмотрим вот этот вот цель которая 500 тысяч то в 2022 году она уже достигла 385 . говорили только 24 то есть посмотрите на этот граф мы уже практически на 500 тысяч то есть мы всегда перевыполняем план то есть если планы 500 тысяч то скорее всего будет наверно 530 550 а может даже и больше тысяч человек и если посмотрим на нашего соседа в котором население 333 миллиона в америке и увеличилось там население за последний год на 944 тысячи то население канады 39 миллионов и увеличилось на 700 3000 то есть почти настолько же сколько в америке при этом население у нас в 10 раз меньше можете представить какие масштабы и темпы роста населения в канаде то есть если у нас иммиграция составляет больше 400 тысяч а вместе с естественным приростом больше 700 тысяч в нем не учитывается не люди которые приезжают по временным визам не интернациональные студенты которых больше 450 тысяч и все эти люди снимают жилье все эти люди остаются может быть потом некоторые из них пытаются получить permanent resident а также в итоге купить жилье где возьмут такое количество жилья что на ренту что на покупку теперь посмотрим очень известный институт который опубликовал репорт где написал онтарио требует полтора миллиона единиц жилья то есть это наша нехватка сегодня и помните 7х7 дело определенные планы сколько нам нужно жилья чтобы цены стали доступными правительство выделил какие-то деньги для этого но это все очень очень мало по сравнению с той проблема которая у нас сейчас существует посмотрите даже на на эту таблицу если институт хамстерка по которому идет планирование по которому направлять все это строительство и пытается достичь от цифры которые институт хамстера пишет а это 700 тысяч единиц жилья то что они написали нужно достигнуть который тоже не так легко достигнуть то на самом деле по подсчетам этого института требуется одна точка две десятых миллиона единиц жилья то есть нехватка 500 тысяч возьмите например тот же город берри в которой население больше 200 тысяч где-то сколько там домов ну скажем 100 тысяч то есть не хватает пять городов берри за один год но не за один год это за 10 лет неважно пять городов не хватает не досчитались как как они собираются не справиться пока остается загадкой но кризис неминуем что же делать нам всем инвесторам или тем кто покупает для себя я уже об этом не раз говорил и показываю еще раз как принципе можно делать деньги неважно кризис не кризис предположим есть нескольких видов инвестиций в недвижимость возьмем кондо самая простая инвестиция недвижимость которую всех на слуху особенно при констракшн кондо всегда люди идут покупают потому что это очень просто легко а через четыре пять лет закроется никого как бы не интересует сегодня но какой этот день приходит и сейчас например пришел деньги кто купили пять лет назад и давайте посмотрим на этот граф то есть если кэш-флоу всегда была не супер аттрактивная в кондо навсегда где-то стремилась к нулю или даже с минусом но многие говорили окей кашло у нас минус минусовое но все равно у нас есть выплата моргиджей поэтому все равно нас какой-то либо плюс то сегодня даже с выплатой моргиджа минус то есть мы инвестируем даже не в ноль мы в минус инвестируем покупая в кондо вопрос это стоит делать только из-за того что может быть она вырастет на мой взгляд есть и другие типы инвестиций вот посмотрите пример это реальные примеры жизни кондо была куплена за 550 тысяч восемнадцатом году и вот сейчас она построена это конкретный пример конкретных людей которые купили это кондо сейчас они должны закрываться сегодняшний моргидж который в районе пяти с половиной шести процентов создаст им минусовой кэшлоу 840 долларов в месяц а если не эти деньги которые выложили в down payment взяли еще из кредитной линии то они будут терять из своего кармана полторы тысячи долларов в месяц то есть даже с учетом того что выплачивается моргидж и без учета кредитной линии они теряют 400 долларов в месяц а с учетом кредитной линии терять тысячу долларов в месяц то есть кондо должно в год расти как минимум на 12 тысяч чтобы выйти на ноль и только когда насчет выше расти тогда начинаем зарабатывать то есть это парадокс и если вы хотите узнать подробнее почему лично я не покупаю кондо не говорю что кондо плохая инвестиция я просто говорю надо внимательно делать математику и выбирать хорошие проекты а самое главное выбирать чтобы они были с точки зрения математики работали вот почему я не покупаю кондо видео нам на моем youtube канале можете зайти посмотреть я там все время сгружаю все вот эти видео которые сейчас смотрите видео которые я выпускаю отдельно образовательные отдель посмотрим другой пример 2018 год купленный дуплекс реальный тоже пример куплен из за те же примерно деньги 500 тысяч 500 500 тысяч на покупали дуплекс издавался на конечно пониже чем сейчас 3000 в месяц и кэшлоу то составляла с тем что интерес взял интересно моргидж 3 процента не один который был 3 процента составляла 920 долларов кишлоу плюс 920 не минус и теперь когда сейчас пришло за пример прошло пять лет и четыре года двадцать второй год и мы говорим что цена не так сильно выросла на него потому что немножко спустилась сейчас последние дни но тем не менее он стал 800 тысяч если мы посмотрим например кондо то кондо такое сейчас стоит почти столько же может быть чуть-чуть дороже на 50 тысяч то здесь стало на 300 тысяч больше и даже с учетом что моргидж теперь 6 процентов так как часть моргиджа была выплачена 6 процентов а рент увеличился кэшлоу составляет полторы тысячи в месяц это те кто купили 17 году поздравляю вас но что делать для тех людей которые покупают сегодня да многие кто купили на пике сейчас может быть не совсем в плюсе а может быть это около нуля но тем не менее они не страдают так как в кондо потому что рент довольно-таки высокий был и сейчас он высокий и он покрывает вот вот эту всю рост этого интереса он практически покрывает но посмотрим пример что происходит сегодня если покупаете дом за 700 тысяч делать из него дуплекс и с учетом даже пять с половиной шесть процентов моргидж у вас получается все равно кэшлоу 370 долларов не минус но если вы деньги взяли из кредитной линии плюс на строительство деньги из кредитной линии то будет в районе 600 долларов минус все вместе окей не считая выплаты моргиджа но если мы возьмем еще выплату моргидж это будет это около нуля но если это были ваши деньги то это будет около 1000 плюс теперь посмотрим что происходит предположим интерес опустился на 2 процента реально конечно реально на 2 процента интереса опустился кешлоу стало 1000 долларов сразу же если вы взяли деньги среди на линии 400 долларов то есть вы купили дом не вложили ни копейки 400 долларов получаете каждый месяц профит 5000 долларов в год с нуля окей а если мы возьмем что еще и выплачивается моргидж то это 1300 долларов а если это были ваши деньги то почти две тысячи долларов в месяц 24 тысячи долларов год прибыли не надо ждать чтобы цена подняла чтобы быть на ноль мы уже в три раза опережает другой вариант есть она выросла в цене и остался такой же интерес тогда моргидж немножко выплатился рент немножко вырос нам два два с половиной процента в год и опять же на 1100 долларов кеш-флоу это колоссальное кешлоу но если при этом еще интересу опустился то уже получается 1700 долларов в месяц это колоссальные деньги посмотрите пример что происходит сейчас конкретный пример дом который мы продавали 48 показов за одну неделю это те байеры которые сейчас ищут сделку вы думаете это будет всегда нет как только произойдет какой-то триггер опустится интерес увеличится маркетизация поднимется рент цены могут взорваться как взорвались во время пандемии поэтому если посмотрим на средний рост цен то мы увидим 7 8 процентов среднем растут цены на недвижимость монтарио для того чтобы построить стратегию именно для вас зайдите на free митинг тут сей за зареволируйте себе время на полчаса и мы все с вами обсудим я всегда говорю вы никогда не перестанете работать на деньги пока деньги не начнут работать на вас до встречи в следующем году с новым годом и всего вам хорошего а